Добрый день, дорогие друзья! Всегда приятно вас всех видеть в такой замечательный зимний день. Я надеюсь, после моего выступления уровень счастья у вас не уменьшится. Здесь собрались вообще студенты, которые пойдут в московском городском, искать себя в различных образовательных программах. Кто-то будет педагогом, кто-то будет историком, кто-то будет филологом, лингвистом, экономистом. Я могу вам долго вообще перечислять. Я, конечно, о каждом этом не расскажу. Я расскажу просто, что вас всех объединяет. Объединяет вас то, что вы, в первую очередь, хотите найти себя, хотите стать профессионалом, хотите научиться учиться, размышлять, думать и так далее и тому подобное. И наш университет вам даст эти возможности. Ну вот сейчас хочу показать вам те курсы, которые вообще у нас являются обязательными для всех. И вот если вы посмотрите, мы уделяем большое внимание развитию культурного бэкграунда, развитию вашего мышления, развитию вашей креативности, развитию вас, как людей, которые пытаются что-то найти и сделать. И уже Илья Михайлович говорил про великие книги. Это очень замечательный проект. Но я хочу обратить внимание на то, что мы все живем в городе Москве. И Москва обладает уникальными вообще возможностями. И когда мы, москвичи, не ходим и не видим вот этот огромный культурный слой нашего города, то это, конечно, очень нас огорчает. И несколько лет назад мы решили студентам дать возможность посетить наши музеи, парки, выставки, театры. И у нас возникла такая социокультурная практика. Мы собрали вокруг этого проекта наших преподавателей, которые увлекаются тем или иным искусством, и сказали, давайте будем давать учебные задания нашим студентам, которые будут их выполнять, на примере, в этих условиях. И у нас собрался такой интересный коллектив. И каждый студент на первом курсе выбирает в информационной среде то задание, которое он хочет выполнять, в тех условиях, в которых он хочет выполнять. Ну, например, кто-то прочитает книгу, напишет эссе, кто-то сходит в театр и тоже что-то сделает, кто-то посетит парки, кто-то выставки и так далее. Вот такая вот интересная социокультурная практика, тем более у вас в руках есть пушкинская карта. Ну, некоторые нас критиковали, почему наши студенты на первом курсе не идут в школу. Мы им говорим, так они только оттуда пришли, что им там делать, они знают лучше нас про эту школу. Поэтому мы позволяем вам пойти в другое место, в котором вы точно, наверное, не были. Вот всегда такой вопрос на дне открытых дверей. Кто в школе что-то выбирал, что хочет проходить в следующем месяце? Вот поднимите руки. Вот картина всегда такая, вы знаете. И мы решили организовать такой реальный выбор студентами, небольшой части образовательной программы, но чтобы они сами выбрали и несли за это ответственность. И у нас родился такой проект «Элективные курсы». Это такой честный выбор, но у нас там была одна проблема, в какое время этот выбор организовывать. У нас есть информационная среда, я ее покажу. Информационная среда. Студент туда заходит, и он может выбрать накануне нового семестра модуль из трех дисциплин состоящий, который он хочет пройти. Этих модулей 250 штук. Мы, конечно, понимаем, что тяжело в этом копаться, поэтому у нас спроектирован сервис искусственного интеллекта. Если вы пользуетесь какими-нибудь стриминговыми музыкальными платформами, вы знаете, что вы туда заходите, и вам уже платформа подбирает ту музыку, которая, по мнению платформы, будет для вас интересна. Вот у нас так же. Вы себе выбираете модуль, который вы будете проходить, и дальше в следующем семестре вы едете в то место, где собираются студенты, выбравшие этот модуль, и вместе с ними проходите этот модуль. Кстати, из этой кучи выбирает весь университет, с первого по третий курс. Поэтому в этой группе вы увидите и студентов, которые учатся и на третьем, и на втором курсе, абсолютно с разных образовательных программ. Ведь нам важно еще и сделать так, чтобы вы общались не только в рамках своей учебной группы, которая учится, например, на филолога, но и знали кого-то из психологов, из юристов, из экономистов. В общем, что вот эта функция коммуникативного взаимодействия у вас увеличилась. Вот я вам хочу показать рейтинг элективных курсов. Это вот 23-й год. Помните, я вам по времени сказал, мы каждый год голосуем, в какое время выбирать элективные курсы. У нас было время 24 часа одно время. Студенты говорят, мы приходим там с работы, из института, потом они сказали, не, поздно, давайте переголосуем. Вот теперь у нас время изменилось, и мы выбираем элективный курс в семестр в 22 часа. Поэтому запомните, вам придет сообщение, если вы поступите к нам, о том, что надо выбирать элективный курс. Это настоящий выбор, вам никто не мешает. У нас в этом отношении нет тьютеров абсолютно. Сами заходите и выбирайте. И студенты иногда спрашивают, а можно я, вот я выбрал курс, можно я, так сказать, другой курс выберу? Мне он не понравился, который я выбрал. А мы говорим, нельзя. Он говорит, почему? Потому что любая свобода рождает ответственность за то, что ты делаешь. Вот ее неси. Понимаете? И мы еще в этом случае учим студентов неким азам управления. Мы даем возможность им принять решение чуть-чуть, да? И чтобы они несли за это ответственность. Но в следующий раз они, конечно, начинают уже сознательно выбирать. У нас, кстати, практически все студенты со временем выбирают. Потому что есть студенты, которые не выбирают курс, говорят, мы не будем это делать. Мы их отправляем на курс, который изучает начальную военную подготовку. И они на следующий семестр все начинают выбирать уже то, что им нравится. Помимо всего прочего, вот вы будете ходить по аудиториям. Вы можете посмотреть, у нас есть такие образовательные программы, придя на которые, вы будете первый год учиться общим, например, педагогическим навыкам. А потом после первого курса или после второго курса вам придется выбрать тот набор профилей, который вам интересен. То есть это такая же модель, но уже в рамках образовательной программы. У нас не все такие образовательные программы, у нас есть определенная часть для таких ищущих студентов, и которые в период поступления еще не могли определиться с собой. Поэтому они идут на эту программу в течение двух лет, они думают, что же им делать. И после второго курса, в том числе благодаря консультациям наших преподавателей, они делают такой выбор. Мы большое внимание уделяем занятию спортом. Знаете, вот мы боремся с физкультурой, как строевая подготовка. Знаете, первый, второй, первый, второй, все, вся физкультура. Физкультура сегодня и вообще спорт – это очень высокотехнологичная сфера деятельности человека. И мы несколько лет назад тоже на этом задумывались, поэтому вы опять же в своем личном кабинете сможете выбрать ту секцию, которой вам интересно заниматься, и в установленное время поехать и позаниматься в этой секции. У нас, кстати, повысилась посещаемость на самом деле. Физкультура, мы очень рады этому. Конечно, информационная среда, она занимает в нашей жизни все больше и больше времени. Вы знаете, вот у меня дочка, которая также учится в университете, я наблюдаю, как она там учится, она, например, в какой-то момент перестала ходить на лекции. Она говорит, зачем я хожу на лекции, когда я могу это все увидеть в интернете, достать книжку, в Москве два часа ехать и так далее. И мы в этом году такое приняли решение, что мы резко сократим количество аудиторных лекций, мы их запишем с нашими преподавателями и выложим в специальную информационную среду, чтобы студент мог готовиться к практическим занятиям в нормальном режиме, чтобы не надо было послушать того же самого преподавателя и ехать там через всю Москву. Помимо всего прочего, электронные лекции дают другие возможности. Например, у нас записываются сейчас курсы, которые будут читать 10-12 человек. То есть этот преподаватель очень хорошо знает эту тему, он ей увлекается, этот другую. И это делает курс более интересным. Помимо всего прочего, мы запишем несколько курсов с разными преподавателями, и люди смогут послушать именно того преподавателя, который им более ложится на его сознание, мировоззрение и так далее. В общем, информационный сред всегда дает огромные и огромные возможности. Вот пример наших лекций, как они записываются. У нас есть все возможности для этого. Безусловно, мы большое внимание уделяем нашей практической подготовке вместе с нашими партнерами. И вот когда вы сюда шли, вы, наверное, думали, что когда мы покажем своих партнеров, здесь будет нарисована школа, и, наверное, кто-то узнает свое. Но мы здесь не нарисовали вашу школу. Вы можете посмотреть, что, конечно, Департамент образования и науки – это наш партнер, который предоставляет доступ во все школы города Москвы, безусловно, мы с ними сотрудничаем. Но у нас есть, например, московский зоопарк. Что же мы с ним делаем? Вы были в московском зоопарке? Нет, там, где мы были, вы не были точно. Мы его видели с тылу, знаете, там, где ходят сотрудники. Вот, например, что делаем мы в московском зоопарке? Во-первых, учителя биологии туда ходят. Что самое интересное – учителя литературы. Знаете почему? Там, оказывается, вот Виктор Васильевич здесь сидит, директор нашего института, который учит этих специалистов. Оказывается, там работает какой-то человек, который пишет замечательные детские стихи про животных. Вот, понимаете, вот вы сможете сходить в московский зоопарк. Естественно, что у нас есть наш крупный партнер – Курчатский институт, там, где было организовано первое исследование в области ядерной энергетики. Это уникальное научное подразделение. Там мы готовим наших учителей, в том числе математики, будущих учителей физики. Мы готовим учителей для Курчатских классов и так далее. Вообще я могу много здесь рассказывать, и с каждым из них, этих крупных партнеров индустриальных, мы работаем. Естественно, что мы обязательно отрабатываем практические науки педагогов. И вот Московская электронная школа – это то, чем мы будем учить наших педагогов и учим. Потому что мы знаем, что если учитель приходит в современную школу, он должен работать с современными информационными ресурсами. И мы тоже формируем эти навыки для того, чтобы вы были конкурентоспособны на рынке труда. Но, вы знаете, не так все просто, на самом деле. Вам же интересно, чему вы научились, когда вы учитесь, учитесь, учитесь. И вот наступает момент, когда вы хотите все-таки себе сказать, а какие практические навыки я сформировал за два года. Интересно же, да? И вот у нас есть такой проект. И этот проект строен во все образовательные программы университетов большинство. Когда есть точка, и вы должны поехать в наш независимый центр оценки ваших компетенций и пройти определенную процедуру. Ну, например, учителя математики учат математику два года, а потом они идут и сдают ЕГЭ по математике. И мы проверяем, вот вообще, они свою компетенцию как учителя математики совершенствуют, ну или нет. Нас вообще критиковали, говорят, вы знаете, ЕГЭ это не самое главное. Как не самое главное? Вы же должны научить школьников пройти этот механизм, от которого зависит их судьба. Что же тогда может быть еще более главным? Мы потом это все разбираем, мы, значит, критику наводим наших образовательных программ и правим наши образовательные программы, если чему-то студенты не научились. Понимаете, это экзамен не только для студентов, это экзамен для нас, чтобы сделать нашу образовательную программу очень эффективной. Ну, дальше у нас есть и другие этапы, например, такие этапы, как открытое модельное занятие, когда студент будущий ведет урок, вокруг него сидят эксперты, фиксируют по специальной карте, значит, его различные преимущества и недостатки, и дальше анализируют. Или, например, запись видео занятия, когда студент сам записывает себя, и дальше он с специалистами разбирает, как он себя там показывал. Ну и вообще, когда он пойдет устраиваться на работу, у него есть запись его видео урока. Он может директору показать, и директор может убедиться в его компетенциях. Ну и вы видите, самая замечательная вещь, собеседование. Знаете, какой вопрос там является самым популярным? Например, для педагогов. Зачем ты хочешь идти работать в школу? Дальше надо просто это рассказывать. Это просто, но не очень. Естественно, что мы предоставляем большой пул дополнительного образования. Мы хотим, чтобы вы к своей основной профессиональной функции, профессиональной деятельности получили еще и определенный бонус. И вот в частности, наш проект «Цифровые кафедры», когда вот эту айтишную цифровую компетенцию может любой студент получить, мы также активно развиваем. Вы видите, те партнеры, с которыми мы такое доп. образование развиваем у студентов, и студенты на безвозмездной основе могут обучаться. Это мы делаем в рамках проекта 2030, Илья Михайлович уже о нем сказал. Теперь я хотел бы пару слов сказать о том, что у нас есть значительное количество цифровых сервисов, которые не будут мешать вам делать то, что я сказал в первой части. Не будут мешать вам учиться. Вы знаете, вот получение бумаг всяких, да? Обычно это вот у нас долгая такая процедура в некоторых службах, но вот мы собрали это все в кучу, сделали такой личный кабинет студентов, вот он перед вами, где вы можете много чего, например, увидеть. Например, успеваемость. Вы знаете, у нас нет зачетных книжек, потому что студенты любят их стирать вместе с джинсами. И вот, вы знаете, отличники говорят, здорово, что есть успеваемость, я могу в интернете или с телефона открытию показать своим родителям, значит. Но есть родители, которые знают пароль от моего личного кабинета и сами ходят и смотрят на эту успеваемость. Но это такой недостаток известный, понимаете? Но также вы можете посмотреть, проверить свои работы на антиплагиат, вы можете выбрать элективный курс, видите, вот кнопочка, это о том, что я говорил. Вы можете сходить в библиотеку, вот, и так далее, и так далее, зайти в электронную библиотечную систему. Вот эти все возможности мы вам предоставляем. Но у нас есть большая такая структура, называется МФЦ. Вот если вам нужно заказать справку об обучении, например, для того, чтобы ваши родители сделали налоговый выплат, вычет по, значит, если они платят за ваше обучение, вы можете сделать это очень легко. Вы заходите в свой личный кабинет, нажимаете кнопку, вот, заявление, выбираете то, что вы хотите получить, тот документ. У вас сразу в течение минуты возникает электронный образ этого документа, вы можете распечатать, если его будет достаточно, вы можете быть этим довольны и пойти дальше. А можете заказать эту справку в любом из корпусов нашего университета, в зависимости от того, если это рядом с вашей работой или рядом с вашим местом жительства. И можете прийти и получить через три дня. Очень удобная система, которая лишает вас возможности идти в деканат, ругаться, выяснять отношения. Пожалуйста, зашли, тыкнули и получили документы. Мы также проводим опросы среди студентов в отношении дисциплин, в отношении, в частности, великих книг, очень интересный проект. Мы очень любим это делать, потому что нам важна обратная связь. В частности, у нас в каждом корпусе, в каждой аудитории университета, ну не в каждой аудитории, во всяком случае, в каждом корпусе, вы можете оставить свой отзыв в отношении нашего имущества. Что сломалось, что надо починить, вот выйдите и можете это сделать, если захотите. Также вот все эти электронные наши сервисы, они не анализируются, мы это все смотрим в куче и также даем различные рекомендации для студентов. Ну и, естественно, для наших иногородних студентов мы предоставляем услуги нашей замечательной гостиницы. Я желаю вам успеха в эту приемную кампанию. Удачи вам, поступайте в Московский городской университет. Спасибо. Продолжение следует...